Здравствуйте! Мы продолжаем путешествовать по нашему Приднестровью И сегодня мы в селе Красный Виноград Программа «В путь» в Дубоссарском районе Вообще, когда я сюда ехал, название немного пугало Что за Красный Виноград? Что здесь вообще? Честно говоря, не знаю, потому что почти как обычно я никогда здесь не была Я тоже. Вообще, в этой части района вообще не был, даже не проезжал мимо Знаю, что это очень небольшое село Здесь рядом еще какие-то села есть Да, которые относятся к этой же властной регистрации Поэтому, если что, захватим мы их Да, ну что, тогда не теряем времени, потому что все-таки так тепло, хочется прогуляться И будем изучать в путь Первое место, куда я отправилась в Красном Виноградаре – это местный парк Он сразу привлек мое внимание, но потому что не похож он на привычный нам Раньше тут был заброшенный пустырь Теперь здесь Парк Победы Его открыли в 2015 году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Абсолютно все здесь делалось руками жителей села Всего здесь высажено 116 берез 104 из них именные В память о ветеранах Великой Отечественной войны, которые освобождали села этого района Все именные гранитные плиты будут полностью уже установлены после того, как вдоль берез установят дорожки, тропинки Теперь родственники защитников могут прийти сюда в любой момент И просто вспомнить своих родных и почтить память героев И для этого не обязательно ждать 9 мая В прошлом году здесь построили и полностью оборудовали фонтан, причем с подсветкой В этом году планируют установить тротуарные дорожки и скамейки, а уже в следующем году детскую площадку То есть планы тут на годы вперед и останавливаться просто никто не собирается Ну, красивее всего этот фонтан, я думаю, выглядит все-таки в темное время суток Поэтому, если мы задержимся здесь сегодня допоздна, то я обязательно сюда вернусь и покажу вам эту красоту В администрацию села Красный Виноградарь входят еще 4 села Афанасьевка, Калиновка, Новая Лунга и Новая Александровка Так как до вечера времени еще много, я решил погулять в окрестностях Погода-то хорошая Память первой переселенца увековечили в названии села, его звали Афанасьем Он вместе с женой Еленой перебрался сюда из села Коржево Просто в чистом поле они основали дом Ну вот, естественно, чтобы жить, нужна была вода и здесь вырыли колодец Это колодец еще с тех времен, с 1907 года, когда их семья перебралась сюда Ну а сам дом располагался вот здесь, на месте вот этого дома Сейчас заглянем, что-то внутри посмотрим Поначалу села называлось, конечно, не Афанасьевка, а Глубоко или Хулбоко его называли Потому что прежде чем строить дом, здесь сначала вырывали землянки И люди, по сути, жили под землей на глубине И вот здесь эта землянка сохранилась И вот сейчас здесь местный житель сейчас расскажет, как она там выглядит Скажите, пожалуйста, в принципе, про историю вот этого дома Потому что я знаю, здесь была землянка первого жителя, а дальше что и как здесь проходило? Здесь была землянка, но после этого здесь люди подняли этот дом Как построили в 1921 году, построили этот дом После этого что происходило, сколько здесь людей прожило И сделали детский сад Это в советские годы здесь был детский сад? Да, в советские годы, это было в 1975-м, в такие годы Бабушка Алексея была заведующей детским садом И со временем, как он рассказывает, выкупила его у колхоза и осталось в нем жить Потом тут жили его родители, а сейчас он со своей семьей Вот здесь дата окончания строительства дома 1921 год Это значит, что первый владелец прожил в землянке больше 10 лет, больше 15 лет даже Вот там сохранился вход, в общем-то, то есть уже когда начинал строиться дом Здесь из этой землянки поднимались вон по тем ступеням непосредственно в жилой дом А сейчас современный владелец использует остатки землянки как подвал Прогулялся я еще по селу и скажу вам, достопримечательностей тут немного В непогоду отсюда не так просто выбраться, дороги размывает Но какая-то особая атмосфера тут есть Душевника тут, что ли? Вообще, село Фанасьевка больше похоже на хутор Здесь живет около 150 человек То есть такое совсем небольшое село Два года назад здесь построили вот эту остановку По сути, ей пользуются только те, кто ездит в местную школу Потому что школа и детский сад находятся в селе Красной Винограды И вот местные жители собрались и построили вот такое сооружение Очень позитивное Эти подсолнухи, мне кажется, в пасмурную погоду они очень радуют И журавли летят Подожду свой автобус А я в Красном Виноградаре задержалась ненадолго Решила прогуляться в соседнее село, Калиновку Села эти сами по себе небольшие Но в каждом можно найти что-то интересное Вот я и нашла Расскажите, что это за автомобиль такой? Куда я попала? Это комбайн-класс, предназначен для сельхозработ Для уборки зерновых культур Сложная машина, да? Очень Я уговорила выгнать эту огромную машину из гаража Для того, чтобы прокатиться на ней До этого я никогда не каталась на комбайне Думаю, как и большинство Высота этой машины 4 метра Длина в два раза больше Впечатляюще Никакой джип не сравнится с комбайном Что с его помощью можно делать? Все, то есть уборку Уборка Ячмень, пшеница Рожь Он даже лен, рапса, флор все убирает Сколько должно пройти время, чтобы привыкнуть к габаритам этой машины? Я думаю, один день хватает Серьезно? Да А можно попросить у вас сесть за руль? Можно Какая тут коробка? Тут гидроход Ага, то есть легковой такой нет А примерно с легковой можно сравнить? Нет Автомат, ручная нет? Автомат все равно есть газ, тормоз Тут имеется тормоз А газ? А газ вот Кнопочка? Да, вот смотрите, сброс оборотов Сзади что нахуй? Бункер, вот есть клавиша, мы нажимаем Сейчас вам откроется У меня было ощущение, что я сижу где-то в самолете Причем в кабине пилота Сюда засыпают зерно И благодаря этой трубе, она называется шнек, выгружают его Мне кажется, мы сейчас взлетим с вами в космос, нет? Этот комбайн убирает зерновые культуры на полях Ну что, пришло время испытать эту машину под моим управлением А сколько стоит такой комбайн? Много Ну, примерно Ну, новый такой стоит 280 тысяч евро Это самая дорогая машина, на которой я каталась Но это не новая Все равно Вот попробуй меня теперь чем-то удиви после нашей программы Я уже пробовала водить привычные для всех автомобили Мотоблок Трактор А теперь еще и комбайн Сказать, что я не чувствую габариты этого сельхозлайнера, ничего не сказать Зато в нем я недосягаема Высоко сижу, далеко гляжу И никто до меня не доберется Проходим везде пока? Я думаю, что да Как у обычной машины, да? Самые крайние части это зеркала, да? Да, да, да Мне кажется, танком и то проще управлять А какую категорию надо иметь для того, чтобы водить? Какое-то... Самоходная машина Как... Это в обычных правах нет такой, да? Нет Права тракториста сейчас тоже делятся на 4 категории И там легковой трактор, грузовой по килонетону По мощности двигателя Но это сельхозмашина, отдельная категория на нее В общем, сотрудники ГАИ, если что, пожалуйста, не штрафуйте меня за то, что я вот тут вот сейчас катаюсь Все для передачи нашли Понять и простить Но я смотрюсь в нем, правда? И что самое классное, в этой машине есть кондиционер, магнитофон и даже холодильник То есть люди работают и не скучают? Да Все для людей? Я осуществила только что свою мечту Я мечтала как-то покататься на тракторе, покаталась Теперь вот покаталась на комбайне А вы не переживаете сейчас, когда я за рулем? Нет, я очень много лет работал на них Вы если что знаете, на что делаете? На что нажать Когда пришло время разворачиваться и ехать обратно, я все-таки уступила руль Геннадию За один рабочий день этот комбайн может убрать 35-40 гектаров В бункер помещается 6 тонн зерна Мне кажется, я должна сейчас петь примерно песню А я сяду в каприолет и уеду куда-нибудь Ага, разве что на поле Романтика! По приезду мы еще прикрепили жатку на комбайн и посмотрели, как она работает В общем, мне был проведен полный мастер-класс Теперь, если вдруг что, в селе я точно не пропаду Дожидаться автобуса, конечно, я не стал Зато получилось раздавать транспорт, более подходящий для любителей авантюризма В этот раз я решил побывать в селе Новая Лунга Пучок! Такое здесь спокойствие Такое, вот если кто-то ездил к бабушке в деревню летом Вот такое же ощущение Коровы, козы, мурочка Не бойся Иди ко мне, а я тебя поглажу Я не знаю, есть ли у этой коровы имя, кличка Но я бы назвал ее Машка, Маша Такая вот она добрая, глаза такие лучезарные Ну все, пока, Мария Мне пора дальше ехать В селе местные дети тоже любят кататься на велосипедах При въезде меня встретила целая орава мальчишек Дорога может быть не идеально ровная, но можно попробовать трюк Без рук И тут я заметил его Миленького независимого поросенка Помните, у меня раньше была цель поймать всяк в селе? В общем, это она Я осуществил ее Сейчас у меня новая цель Поймать поросенка Его зовут Васька Васька! Ну это прямо, я не знаю Вася! Ко мне! Как зовут поросят? Ой, видимо это будет сложная эпопея Стой! Ну и ладно, попробую как-нибудь в другом селе Гуляй, Вася, гуляй! Да и на самом деле в Новую Лунгу я ехал ради родника Сейчас сами его увидите Этот родник, ради которого я столько сюда добирался, находится в балке Тамашлы Кто и когда первым из него пил воду, неизвестно Но вот что известно наверняка Так вот, это место облагородили, когда в селе начал работать соковый завод Отсюда брали воду для консервирования Сейчас он слегка в запущенном состоянии Здесь мох Но обещают почистить Здесь будет такое благоустроенное место, где можно будет отдыхать и пить чистую воду Этот родник, как мне рассказали, очень мощный Вроде бы раньше он питал все озера Григориопольского района Напомним, мы-то сейчас в Тубасарском Представьте, какая сила! Интересно, а рыб здесь можно ловить? Знаете, давно не было такого ощущения какого-то внутреннего умиротворения Здесь очень располагающая атмосфера, потому что просто посидеть на природе Полюбоваться окрестными видами, холмами и отдохнуть Но пора возвращать велосипед хозяйке, поэтому еду дальше Ну а теперь пришло время подкрепиться Татьяна Станиславовна, расскажите, что у нас за необычное блюдо сегодня? Сегодня мы приготовим фирменное блюдо нашей семьи Называется КУБЭТЭ КУБЭТЭ? Да, КУБЭТЭ Это что такое? Я не знаю, меня научила старшая сестра И мы делаем вот так по праздникам, но... То есть перевода нету слова? Нет, так и называется это блюдо Забегая вперед скажу, это что-то вроде пирога с картошкой Поэтому все начинается с теста Для начала просеиваем муку, гасим пол чайной ложки соды уксусом Добавляем туда граммов 300 сметаны и столько же жира Для того, чтобы тесто получилось песочным Сейчас будем муку вот сюда И всегда по часовой стрелке мешаем А, да, есть правило? Да, да, тесто всегда мешается по часовой стрелке Почему? Не знаю, так бабушка учила, так мама учила Ну расскажите, вы вообще из Красного Винограда, Рясаня? Вообще я из Дубосар Родилась в Дубосарах Папа, родители приехали уже со старшей сестрой На освоение Дубосарской ГЭС в 55-м году А до этого жили в Запорожье Сейчас сестра моя старшая живет с дочкой и внучкой в Запорожье А вы остались тут? А я осталась в Дубосарах А потом Татьяна Станиславовна получила квартиру в Красном Виноградаре И тут и осталась Говорит, ни о чем не жалеет Она стала мамой троих детей и бабушкой четырех внучек А еще пока вымешивали тесто Татьяна Станиславовна рассказала мне, что пишет стихи Причем очень давно, с 12 лет Позже обещала почитать А как понять, что тесто еще нужно в руках? Тесто, вот когда нажимаешь, оно должно вставать Видите? Еще чуть-чуть замешу После этого делим тесто на несколько кусочков Еще раз вымешиваем и даем ему отдохнуть Так, что ж, переходим к начинке, да? Да, к начинке Я так понимаю, за картошку Выберите картошку, а я буду чистить Ну, в четыре руки дело быстро делается Кстати, для того, чтобы не плакать от лука После того, как его почистили, кладем его в воду минут на десять Теперь режем картошку и лук мелкими кубиками Мне кажется, лук мало постоял, еще чуть-чуть и пойдут слезы Ну, у меня уже Еще от того, что я чистила Злой, злой Может, мясо будете резать? Нет, я не сдамся уже Или он нас, или мы его И начнем с вами говорить о тяжелой женской доме Да И все-таки лук меня победил В итоге мясо Татьяна Станиславовна резала сама Мои глаза от слез уже ничего не видели Теперь раскатываем тесто Выстилаем на противень основу для пирога На нее выкладываем начинку Сверху закрываем другим слоем теста Украшаем пирог и отправляем в духовку на минут сорок Непосредственно в Красный Виноградарь я попал, когда уже смеркалось Итак, это одно из самых молодых сел Дубоссарского района Первыми поселенцами тут были немецкие колонисты, которые заложили плантации виноградников В 1933 году, уже при советской власти, хозяйство получило название Красный Виноградарь Сейчас тут находятся все объекты инфраструктуры, которыми пользуются жители пяти сел Есть детский сад, школа, больница и даже магазин Практически во всех селах, которые относятся к администрации Красного Виноградаря Есть клубы, сельские клубы, где проводятся мероприятия Но только здесь есть непосредственно Дом культуры, где большое количество коллективов И сейчас, насколько я знаю, там есть внутри несколько репетирующих Мне интересно посмотреть, чем они занимаются Оказалось, что это местные звезды В селе все знают, что если выступает старшая группа театрального коллектива, то будет полный зал Репетируют обычно по вечерам, когда вся работа в огороде уже сделана Как есть любители автомобилисты, так и у нас есть любители театра К сожалению, у нас нет такой возможности работать или даже заниматься в театре где-то У нас есть наш Дом культуры И вот эти женщины, кто участвуют в нашем коллективе Данка Это все любители юмора Юмор тут тоже специфический Он о том, с чем сталкиваются жители села Поездки в местном автобусе, рынок Зачастую артисты пародируют кого-то из местных жителей Что такое? Что такое? А, Косаноха, Калиновка, девочки Все участницы и участники коллектива абсолютно разных профессий люди Но их всех объединяет коллектив Данка Они сюда приходят, мы разговариваем, обмениваемся информацией Какими-то шутками новыми Сразу тут же возникают какие-то наброски дальнейших инсценировок И это очень сложно Мы по два-три часа сидим, как говорится, за круглым столом И обсуждаем, что мы будем показывать До этого на нашем пути еще не встречались сельские театральные трупы Поэтому мы искренне желаем, чтобы имена этих артистов Услышали далеко за пределами красного виноградаря Вот такая красота у нас получается Очень красиво Наверное и вкусно Пахнет очень вкусно Давайте пока я буду резать пирог И вы прочитаете мне стихотворение о селе Давайте Давайте Я помощников люблю Да? Да Я давно живу в селе Радость это или горе Утром рано на заре Из окна увидеть море Море золотой пшеницы Как янтарь на побережье Где поют так звонко птицы Что сбываются надежды Я давно живу в селе Счастье это или печаль Когда утром на заре Ты идешь куда-то вдаль Вдаль где небо синева С золотой пшеницей рядом Где зеленая трава Где цветущий лук за садом Я давно живу в селе И наверное в мире нету Места лучшего нигде Обойди хоть всю планету Остановите и поаплодируйте Вам очень красиво Правда Вы не печатаетесь? Нет Почему? Во-первых у меня почерк ужасный Можно печатать? Надо печатать Вот Анатолий Степанович Обещал мне печатную машинку Ааа Потому что стихотворение очень Так ну что Будем пробовать? Будем дегустировать Я первый раз такое ем Ну Приятного аппетита Взаимно Очень вкусно Татьяна Станиславовна Ну спасибо вам огромное За такие вкусные угощения За то что я сегодня попробовала это блюдо Которое я никогда не ела И за ваше творчество Я желаю вам что Все таки Вы Написали Создали Напечатали свою книгу Обязательно Спасибо вам огромное За то что вот поделились Частичкой себя Своего творчества Пожалуйста И за то что пригласили нас в гости Тоже огромное спасибо Пожалуйста Понравилось? Очень Очень Я рада Сейчас камера выключится А я еще пару кусочков съем Пожалуйста А теперь то что я вам обещала Ну вот я как и обещала вам дождалась все таки темного времени суток Правда почему-то пока фонтан без подсветки Но все равно уже очень красиво Вот в обычном нашем селе Приднестровском фонтан высотой метра три ну точно Представляете когда здесь еще будут скамейки и люди смогут приходить сюда по вечерам наслаждаться красивым видом берез фонтана свежим воздухом просто ну это просто настоящая романтика на самом деле Да в городе наверное это было бы чем-то обычным а вот здесь это вот просто ну у меня какие-то такие эмоции которые я наверное не могу описать все таки необычно для села Спустя пару минут подсветка заработала вот это волшебство вроде все просто всего каких-то несколько струек воды и три разноцветные лампочки а как красиво в итоге О ты тоже задержался до поздна смысл привет Да гулял до темноты привет был в трех селах в Афанасьевке, Новой Лунке и собственно в Красном Виноградаре столько всего посмотрел Молодец я была всего в двух в Красном Виноградаре и в Калиновке Ну да где мы начали А там что? А там я каталась на комбайне настоящем представляешь на котором по полям ездить Тебе доверили сесть за руль? Огромные махины у меня были такие эмоции просто вообще Вы отчаянные люди Арсений Я тебе верю Еще я гуляла в парке и вернулась к нему сейчас когда темно потому что там что что фонтан с подсветкой Я видела а ты нет Здорово Я там покажу тебе на видео Отлично а я тебе покажу место где находится озеро в Новой Лунке Там очень такие живописные окрестности и прямо там даже очень стоит побывать Хорошо Такое вообще хорошее впечатление от села остались потому что несмотря на то что оно находится От сел я бы сказала От сел да Мы в одно всего лишь не успели заехать это в Новую Александровку Да Будет повод еще вернуться когда если что И в общем то несмотря на то что это в глубине Дубасарского района И сел очень маленький Вряд ли бы мы просто сюда там проезжая по трассе заглянули но вот благодаря программе мы здесь оказались Да Мы видим все уголочки нашей республики Ну что давай исследовать новые уголочки Выбираем куда отправимся в следующий раз Название села из трех букв угадайте Это ТЭЯ Село в Григорьевском районе Я там поблизости был Там есть еще такмазея Я помню Куда приезжала Бритниспирт Должна была приехать Там два села рядом Так что если что побываем и там и там Хорошо Хорошо Договорились Договорились Нам с тобой не впервой ехать в одно село и побывать еще в совместительстве с соседями Заодно заглянуть к соседям Да Ну что вперед клеить наклейку и отправляться домой готовиться к новому странству Да Вперед Идем До встречи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»